Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь в магазине спецодежды. Сзади меня находится мой монтажник, на котором мы примеряем новую спецуху. Значит, у меня такая проблема. Я покупаю ребятам спецодежду, да, и её обычно хватает там на 2-3 месяца. На сегодняшний день я задумался по поводу того, чтобы одевать их в нормальную одежду, потому что вид строителей должен быть крутой. Вот сейчас я выбираю, скажем так, партнёра, да, который меня будет постоянно обеспечивать этим вопросом, чтобы мои ребята приезжали как белые люди, чистые, красивые, чтобы эта одежда была нерваной. Соответственно, хочу вам показать этот магазин. Я этот магазин увидел у своего коллеги, есть такой блогер Александр Цезариус, он занимается фальцевыми кровлями, я являюсь его подписчиком, соответственно, я увидел у него этот магазин и вот решил приехать посмотреть. Сейчас вот мы делаем такую небольшую коллаборацию, делаем совместный видеоролик. Ребята снимают меня, я снимаю их. И вот сейчас я вам покажу примерно, в каком состоянии эта одежда, в которой он работал через два месяца. И сейчас вот нас директор магазина Глеб проведёт по этому магазину, предложит нам какой-то вариант, ну и вообще в целом расскажет о магазине, и в целом расскажет о том, что он бы он нам порекомендовал бы, какой костюм. Ну что ты приехал сегодня? Приехал. Что ты делаешь тут? Ну покажи, повернись, давай мы покажем. Примерно вот этому костюму два месяца у нас. Покажи в каком он состоял. Печальный. Порвался в неприличном месте. Этот костюм стоит 7,5 тысяч рублей. Вот это Глеб, он является директором, или? Ну соучредителем, директором, да. Обещал нам сейчас вот показать этот магазин, расскажет о разных одеждах, да, тут же большое количество комплектов, большое количество цветов, вот сейчас я его переверну, в общем тут ходить-то наверное смотреть можно долго, можно просто по магазину пройти. Ну хотя бы так примерно. Суть в том, что у нас около двух тысяч моделей, вообще в ассортименте, мы продаём рабочую одежду, рабочую обувь, перчатки, каски, в основном есть ассортимент, это одежда, обувь. Мы по сути единственная компания, которая занимается только качественной одеждой из Европы, то есть это преимущественно страны Скандинавии. Такие бренды как DIMOX, мы сейчас находимся, ну... DIMOX это круто, или? DIMOX это круто, да. DIMOX это, это Финляндия, да, это одежда, которая в Евросоюзе производится. По ценнику можно как-то озвучить? Значит, DIMOX летний комплект будет стоить от 12 тысяч до 15, значит, зимний комплект... Летний комплект это... Хуртка-брюки, или полкомбинезон-брюки, да. От 12 до 15 в среднем. Это брюки или это комбинезонка? Можно полкомбез, можно брюки, там, но цена особо не изменяется. Сильно зависит от модели, потому что есть модели какие-то сложные, такие функциональные, с множеством карманов, они подороже, есть модели попроще. Фишка этой одежды в том, что она красивая и прочная? Фишка этой одежды в том, что она красивая, она долговечная, в ней удобная, то есть, на самом деле, все движения, они там, хорошо их делать, низковые движения, функциональные, то есть, есть, допустим, модели под определенные задачи для монтажников, там порядка, там, не знаю, 16 карманах в комплекте, то есть, можно распределить инструмент, там, метиза, например, если надо, электроинструмент, ручной инструмент. Для Саши Цезаря, с вами. Просто, короче, загрузиться, куда-то уйти на крыше, у тебя все под рукой, грубо говоря. Есть какие-то комплекты, которые больше, наверное, не под вашу тему работы с ГСМ, ну, то есть, масло, смазки, там, для операторов техники. Ну, то есть, у нас, по сути, там, отдела по разной задачи. Вот, например, я вот кровельщик, да, мне нужна покровельщина. По кровле я бы, наверное, предлагал те модели, которые, в общем-то, подходят для монтажников. Ну, то есть, у нас вот бестселлер, вот эта куртка, это DIMOX, артикул 639, мы ее много лет продаем, это много лет бестселлер. Можно померить на монтажника, что он скажет, я думаю, скорее всего, понравится. Ну, и что-то из брюк тоже, таких же технологичных, где усиление, это кордура, это как бы не рвется часть, много карманов, вставки под наколенники. Ну, то есть, что-то из этого я бы убирал. Значит, если дальше идти по... А если что-то более цветное такое? Более цветное, в смысле, сигнальное, или какой-то верфицепт? Ну, я имею в виду, что повеселее. Повеселее, это у нас есть бренд Engel. То есть, DIMOX, он, на самом деле, всем хорош, но у него есть специфика, что он, ну, финны как бы любят темное, он либо в темно-сером, либо в темно-синем, в черном цвете. А вот это же тоже DIMOX, нет? Это тоже DIMOX, это все DIMOX, да. Но это толстовка, то есть, это такая толстовка, не как спецодежда, по сути, как casual толстовка. Если прям нужны разные цвета, то у нас есть бренд Engel, это бренд из Дании, мы идем дальше. Ну, если Дания чувствуется, цена должна повышаться или нет? Он как DIMOX, примерно. А, вот у него толстов. Значит, особенность спецодежды Engel в том, что, в отличие от DIMOX, каждая модель имеет от пяти до восьми цветов цветовых решений. То есть, допустим, это там серый с красным, черный с синим, белый цвет. Ну, давай перевернемся, чтобы нам, например, вот такой прикольный, вообще, офигенно. Например, есть вот такой цвет. Белый вообще прям, можно еще раз белый? Да, конечно. Только она же крутая. Ну, это больше для маляров, мне кажется, в основном маляра берут, но очень, очень красивая. Есть, допустим, цвета хакер, то есть, вот такого плана. Есть одежда с салатовым цветом, например. Ну, то есть, цветовых решений много, реально. Здесь, ну, практически все представлено. Вот это тоже, да, вот это вот? Да, это Engel. И вот это тоже, да? Это тоже Engel. Можно на свадьбу ходить, наверное. Фишка этой модели в том, что вот это светоотражающие элементы, все на самом деле. То есть, они не выглядят как светоотражающие, но в темноте, если свет навести, они будут как рефлекторы работать, то есть, чтобы не задавили где-то в темноте, например, или там, ну, в общем, подстраховка такая. Если, мало ли, нужны комплекты побюджетнее, то есть, Engel это тоже... Ну, такой VIP, да, сегмент? Это VIP, Engel Demox, это VIP-сегмент, это от 10 тысяч за комплект, точно. Конечно, если надо что-то побюджетнее, то у нас есть бренды портвеста, дельта плюс, портвеста это английский бренд, дельта плюс французский. Неплохие бренды, одежда проще, на проще по качеству, проще по функционалу, цена начинается от 4-5 тысяч за комплект. Вот эта серия, в принципе, неплохая. Да, ну вот эта куртка стоит, там, 2 750, например, куртка. То есть, если DIMOX, которая сейчас на Михаиле стоит 7, можно вам показать, кстати, он уже одел. Мы уже одели. Ладно, потом я на тебе микрофон повешу. Так, все, можно пострелить, да, сейчас? Портрест дельта плюс, рабочая обувь, точно так же, очень у нас большой ассортимент обуви, с антипрокольной стелькой, с под носком. Ну, не знаю, в кровле, наверное, тоже актуально это, да? Защитная обувь, по сути. То есть, здесь фишка в том, что модели выглядят, как повседневная хорошая обувь, но все это safety shoes, то есть, все это обувь с защитой. То есть, например, вот эти кроссовки, здесь есть под носок, здесь антипрокольная стелька, ну, они, соответственно, с защитой. То есть, вот эта, конечно, тоже, в принципе, не такая неплохая. Ничего, да, это тоже, сколько, 3200 стоит, дельта плюс. Толстовки тоже есть, да? Пола, толстовки, худи, всякие разные. У нас, еще раз, 2000 товарных позиций, плюс все в размерах, еще есть. Перчатки, это Tegera, шведский бренд, очень крутые, хорошие перчатки, небюджетные тоже, но долговечные, стоят своих денег. Шапки, да? Вот фальцовщики в этих перчатках любят. Так, и сколько стоят? Такие приколы. Сейчас посмотрим ценники. Леш, а сколько вот эти стоят? Одна, 250 рублей. 1250 вот эти. Да, надо, надо расценить. Есть перчатки типа этих, антипорезные, например, то есть, они защита от пореза. Угу. Если актуально там с листами железа, например, работать. Ну, например, вот эти у нас их много, да, защита от пореза. Когда сразу чувствуешь, берешь в руки, чувствуете, что другое качество, не такие, как в гипермаркетах продается. А нет лезвия? Случайно там, не знаю. Ну, найдем. Проведем эксперимент. Нож хирурга. Слабонервно не смотрели. Ну, это как бы, да, в общем, можно резать, резать. Но они на самом деле серьезные нагрузки удерживают. Ну, они как бы мягкие, да, получается? Ну, они мягкие, да, просто это специальные антипорезные перчатки, короче, в которых не режется. Держишь. Было страшновато. Первый раз, да? Нет, фокусы от показываю, но каждый раз немножко модраж есть. Но в Тагер уверен. Короче, спецодежда можно надеяться, да? Да. Ну, ладно, в принципе, понятно, да, что есть, как бы, в принципе, понятно, что есть и подороже, и подешевле, то есть для каждого покупателя найдется свой костюм. Ну, у нас, наверное, от средней ценовой, то есть у нас нет бюджетки совсем. У нас сейчас только европейские бренды, скоро будет собственная торговая марка. Ну, я не думаю, что вот 7,5 тысяч рублей, если одежда хватает на два месяца, то это, блин, небюджетно совсем получается. Ну, наши вот эти комплекты премиальные, ну, ходят год-два больше. Я видел людей, которые 10 лет используют довольно в жестких условиях. Вот Димакс, например. Реально я видел человека, который 10 лет работает спецодежда. Ну, просто купить за 15 тысяч костюм, и... И один раз взять, и несколько лет в нем ходить. В Питере, Москве у нас магазины, доставка по всей России. Наносим логотипы, если нужны. Если вы в регионе, и как физлицо хотите заказать, то мы можем отправить два смежных размера, померите, оплатите тот, который подошел. Есть такая опция удобная для ребят из региона. А адрес какой? В Москве Малая Калитниковская, 9, это метро Крестьянская застава, в Петербурге Егорова, 25, это технологка. Все более-менее в центре, рядом от метро, оба магазина и там, и там. Доставка быстрая, Питер, Москва на следующий день, регионы 3-4 дня практически по всей России мы возим. Поэтому пользуйтесь, заказывайте хорошую спецодежду. Глеб, спасибо большое. Пойдем тогда посмотрим, какую одежду в отделе нашего монтажника. Сейчас у него там интервью берут, да, и соответственно, мы его заснимем. Ну и опять, цени, как он выглядит. Хороший он на Ютубе будет, картинки тоже. Сейчас, ты все готов? Все, мы подсняли. Подсняли, да? Ставим микрофон на родину. Одевай микрофон. Так, тут этот моргает, иди сюда. Ну, что скажешь? Надо брать. Надо брать. Реально прикольно. Да, удобно, подтяжек нет, я тебе говорю, держится отлично. Вот, наверное, дай посмотрю прочно, нет? Вид хорошо, много карманов. Карман тебе зачем? Положите все. Сигаренту, ловите с 5 раза, там вниз не надо спускаться, рулетки, все уместилось. Неужели, вон, прикольный костюм. Павел, давай пару слов на костюме, скажем так, да, Глеб, расскажи, пожалуйста. Тогда подверни ему микрофон обратно. Алексей, Леша, Леша, расскажи. Так, куда-то надо закрепить его. Давайте повешу, чтобы он... Глеб уже специалист по микрофону. Я уже уронил один раз. Сходу предложили вам наш несомненный бестселлер. Это куртка, финский бренд, куртка, артикул 639, брюки, артикул 620, образуют единый комплект. Комплект пользуется просто у нас бешеной популярностью за его высокие качества. Это, в первую очередь, внешний вид, уникальная смесовка, которая обеспечит ему дышащие свойства и хорошую прочность, функциональность. Хорошие лекала, много карманов функциональных, поэтому бомбический комплект. Если ты потрогал ткань немножко, здесь все хитро. Ставки из кордуры на износостойких, на таких ответственных местах, которые больше всего там изнашиваются. А сама смесовка хитрая идет. 46% хлопка, 16% полиэстера, остальное эластомультиэстер. Это хитрая синтетическая ткань, которая обеспечивает и дышащие свойства, как у хлопка, и в то же время дает прочность. И комплект поэтому фантастически получается. Фирма дает гарантию? Фирма дает гарантию, Глеб? Все проверим. Ты должен в через два месяца нам тоже садить. Если в общем рассказывать, а если обращаться к мелочам, даже у светоотражающие элементы, здесь 3M-овские стоят. То есть уже обеспечивает какое-то повышенное светоотражение по сравнению с обычной. Короче, то, что вы говорите, это 3M, не 3M, это не понимаем, полиэстер, не повезет. Это клево, вот, да, это просто полиэстер. Пятая точка, через два месяца протрется? Через два месяца? Ну, не знаю, с горки будешь кататься зимой на минуту? Не должна протереться, на самом деле, там все четко. Да не, он года два точно... Ну, рабочая одежда, конечно, любую рабочую одежду при желании убить можно, но то, что она на порядок дольше, как бы, служит каких-то комплектов, это точно. Главное, сваркой не заниматься в ней, в этот момент, что заварить, как бы, нельзя. Давай, покажись. Короче, ты доволен, да? Да. Громче, можешь сказать? Ну, ладно, повернись еще, посмотрим. Короче, брай, да? Да. Бери. Ладно. Короче, мы на этой одежде оттестируем, если она реально cool, то тогда будем одевать, одевать такие костюмы наших этих, супермонтажников. Ну, комплект зарекомендовал себя, ну, как и у нас в стране, да и в самой Финляндии. Надо это, Саша, цезали, с дизайнером тоже здесь. Точно так же. Ну, он два месяца ходил. Ну, по-моему, так в нем уходит. Да, ну, он выглядит, в принципе, вот так же. Я говорю, ты работаешь, с ним? Да, я работаю два месяца. Ну, у него какой нюанс? Он будет чуть-чуть выцветать со стирками, такой чуть сереть будет. Но мне лично даже больше нравится, когда он чуть-чуть сероватый. То есть там вот эти вставки, они остаются черными, получается, потому что это кордура, они черные будут. А здесь чуть-чуть такой серый, но он благородный серый. А, блин, по долговечности, но он, я не знаю, я думаю, что несколько лет он тебе должен прислужить. Если ты прям не убиваешь одежду прям сваркой какой-нибудь, болгаркой, чем-то таким, то он у тебя будет долго ходить точно. Здесь, кстати, вставки под наколенники. Короче, если костюм ушатается, значит, не костюм плохой, а ты его. Хорошо. Нормально обложили тогда, Михаил. Здесь, по-моему, 17 или 18 карманов в этом комплекте суммарно. То есть тут можно распихать просто все вообще. Все, что надо, можно разложить. Каждый раз считаем, каждый раз надо количество карманов получать. Сколько у тебя? 17. А что по размерам? Размеры-то есть вообще-то такие? Здесь приезжают постоянно сюда. Есть, есть, конечно. Не надо за месяц заказывать, то есть приехал. Ну, то есть там бывают моменты, когда все разобрали. У нас склад в Питере, перемещение 3 дня из Питера. Если мало ли в Питере нет, то он, скорее всего, уже в транзите. То есть он подъезжает из Финляндии к нам. Размеры, ну, как правило, всегда. Ну, как правило, все наличие. Если нет, то там короткий срок поставки. Крутой комплекте. Все. Друзья, вот такой вот небольшой видеоролик у нас получается. Показал вам магазин. Вот такая у нас совместная коллаборация. Меня засняли, я тут заснял. Меня пререкламировали, я пререкламировал. Поэтому будем двигаться в каком-то направлении. Вот, надеюсь, что наконец-таки я нашел надежного партнера, который будет обеспечивать мне качественной одеждой, чтобы не было вот этих вот дыр, которые вы видели. И в целом, спасибо вам за внимание. Если вам интересно, интересно такие видеоролики, то, в принципе, есть в таком направлении, куда развиваться. Пишите комментарии, напишите, понравилось вам, не понравилось, отзыв. Вот, и спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем пока, всем не болеть.